Лекарственные растения Побеги и молодые листья Черемша Дикий чеснок или медвежий лук Многолетнее травянистое растение Вид рода лук Семейство аморелисовые Подсемейство луковые Луковица удлиненная Толщиной около 1 см Стебель высотой 15-50 см Листья в числе 2 Немного короче стебля Ланцентные, продолговатые Острые, шириной 3-5 см Зонтик пучковатый Или полушаровидный Многоцветковый, густой Листочки около цветника Белые, длиной 9-12 мм Коробочка из семена В ней шаровидные Цветет в мае-июне Собирают траву Ранней весной и во время цветения Распространение Обширное, за исключением Территории Крайнего Севера Черемша – неприхотливое растение Которое в дикой природе Быстро разрастается И занимает новые территории Листья, стебли и луковицы растения Обладают сильным чесночным запахом Благодаря содержанию Гликозида аллолеина И эфирного масла В диком чесноке Много аскорбиновой кислоты И витамина Таких как Биотин, ПП, К, В1, В3, В2, В4, В5, В6, В9 Содержит важнейшие аминокислоты Жиры, альдегиды, фитонциды Минеральные соли, фруктозу Лизоцим, каротин, пищевые волокна и белки В состав эфирного масла Входят винилсульфид, теолы и альдегид Микроэлементы Кобальт, йод, селин, цинк и молибден Макроэлементы Кремний, калий, фосфор, кальций, магний, сера Молодые листья черемши Укрепляют иммунитет И приводят в норму обмен веществ Если черемшу употреблять в сыром виде регулярно То она будет избавлять от запоров и метеоризма Лечебные свойства растения затрагивают и щитовидную железу Стабилизируют гормональный фон Присутствие селена и высокое содержание кобальта Делает продукт ценнейшим компонентом диетического питания При гипотириозе и аутоиммунном тиреодите Стимулирует пищеварение и очищает кишечник Благодаря наличию фитонцидов Трава служит как глистогонное средство Обладает противораковыми свойствами И антибактериальными компонентами Снижает концентрацию холестерина в крови Нормализует работу сердечно-сосудистой системы Положительно сказывает на состояние нервной системы Растения полезно использовать для обработки ран И воспаления кожаного покрова Компрессы с соком эффективно укрепляют корни волос И пробуждают спящие луковицы Черемша прекрасно справляется и с простудными заболеваниями В народной медицине из дикого чеснока делают спиртовую настойку Которая является ценным природным антибиотиком Обладает множеством полезных свойств При этом сохраняет все витамины и укрепляет иммунитет Настойка делается очень просто Нарежьте листья, стебли или цветки чеснока на небольшие кусочки Плотно заполните стеклянную банку, утрамбуйте Залить доверха водкой или спиртом Так, чтобы листья были полностью покрыты Прочно закрыть крышкой и убрать в темное место на 2 недели Применять по 10-15 капель на стакан воды Курс приема индивидуален и зависит от рекомендаций врача Такая настойка хранится до 3 лет Следует учитывать, что злоупотребления настойками из черемши Пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему Кроме того, могут спровоцировать головные боли, бессонницу, расстройство желудка Дикий чеснок едят как в сыром виде, так и готовят из него различные блюда Выпечку, салаты, соусы, соленья, супы и прочее Рецепты приготовления блюд из черемши смотрите на канале Лекарственные растения В плейлисте рецепты лечебных блюд А чтобы не пропустить ролик, не забудьте подписаться Несмотря на всю полезность растения, у медвежьего лука все же имеются и противопоказания Не рекомендуется употреблять при панкреатите, гастрите, при язвенной болезни желудка, холецистите, гепатите и эпилепсии А также беременным мамам в период лактации и аллергической реакции Пожалуй, на этой ноте и закончим наше изучение о черемше Используйте лечебные растения с умом Крепкого вам здоровья, друзья! И до новых встреч на канале Лекарственные растения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова